Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы начинаем сегодня отяженное лабораторное занятие по экологии. Рассмотрим тему «Определение углекислого газа в помещении». Цель занятия – знакомство с существующими методами, приборами и оборудованием для определения углекислого газа в воздухе и помещении. Количество углекислого газа в воздухе и помещении – один из показателей частоты воздуха. Углекислый газ – металлотоксичный газ без цвета и запаха. 1 литр газа при 0 градусах сельди и 760 мм ртутного столба весит 1,9769 мг, а 1 мг занимает объем 0,509 мл. Допустимая концентрация его в воздухе не более 0,25%. Для определения углекислого газа в воздухе существует несколько способов. Объемные методы при помощи газоанализаторов Холдина, Кудрявцева, Калмыкова и других. С их помощью по уменьшению объема исследуемой работы пробы воздуха после поглощения углекислоты при пропускании через растворы щелочи устанавливают количество углекислого газа в воздухе. Для определения углекислого газа в воздухе помещение наряду с объемными методами применяют тетраметрический метод Суботина-Нагорского, дающий достаточно точные результаты. Принцип метода заключается в том, что тетраванным раствором едкого бария поглощается углекислый газ из определенного объема воздуха. По разности титров раствора бария до и после поглощения углекислого газа определяют его количество во взятом для исследованного объема воздуха. Посуда, приборы и реактивы. Стеклянная бутыль емкостью 2 литра, точно откалиброванная. В пробке просверлено отверстие по размеру горлышка малого флакона. 2. Калиброванный малый флакон емкости до 120 мл с гладким, без отворотов с горлышком и пробкой. 3. Две бюретки по 50 мл. Сверху на одну из них вставлена трубка с натронной известью, к которой можно присоединить резиновую грушу для наполнения, то есть для продувания бюретки раствором бария гидрооксида. 4. Термометр. 5. Барометр. 6. Раствор бария гидрооксида, приготовленный так, чтобы 1 мл его связывал 1 мг углекислого газа. 7. Раствор щавелевой кислоты, 1 мл которого точно соответствует 1 мг СО2. 7. Индикатор. 1% спиртовый раствор феналфеталийна, который в щелочной среде дает красный цвет, а в кислый остается бесцветным. 8. Ход определения. 1. Установление первого титра баритового раствора. Для этого с помощью резиновой груши наполняет бюреткой прозрачным, приготовленным для работы раствором бария гидрооксида. В колбочку отмеривает 20 мл раствора щавелевой кислоты, добавляет 2 капли индикатора феналфеталийна и титрует раствором бария гидрооксида до слабо-розового окрашивания. 2. Взятие пробы воздуха и поглощение из него углекислого газа баритовым раствором. 3. Исследуемый воздух продувает через бутыль с помощью насоса или аспиратора, после чего в бутыль в отверстие пробки вставляет малый флакон и из него 120 мл раствора едкого бария с известным титром. 4. Встряхивает бутылу в течение 20 минут, раствор поглощает СО2 и становится матово-белым. 5. Переливает из бутыли раствор едкого бария в малый флакон, отсоединяет его, закрывает пробкой и оставляет его в покое 1-2 часа для просветления жидкости. 5. Рисунок 1. Бюретки. 6. А. Для едкого барита. 7. Б. Для щавелевой кислоты. 7. В. Трубка с натронной известью. 8. Г. Каучуковый баллон. 9. Д. Стакан для щавелевой кислоты. 9. Запись показаний термометра и барометра приводит объем исследуемого воздуха в бутыле к нормальным условиям 0 градус сельзии и 760 мм вт. ст. Пользуясь формулой Бойла-Мариотта и Гей-Люсака, где В. 0,760 – объем воздуха, приведенный к 0 градусам и 760 мм вт. ст. В. Т. Объем бутыли. В. Показания барометра в момент исследований. А. Кайфцин расширения воздуха при повышении температуры на 1 градус сельзии равный 0,003667. Т. Температура воздуха в момент исследований. Установление второго тетробаритого раствора после поглощения СО2 из воздуха в бутыле. С помощью резиновой груши наполняет бюретку, оставшимся, отстоявшимся прозрачным раствором едкого бария из малого флакона. В колбу наливает 20 мл раствора с щавелевой кислоты, добавляет 2 капли фенолфталина и тетрует раствором едкого бария до появления слаборозового окрашивания. Расчет количества углекислого газа в исследуемом воздухе, приведенном к нормальному объему, находят разницу между первым и вторым тетруем едкого бария. Второй определяет количество углекислого газа в миллиграммах во взятом объеме воздуха, исходя из того, что 1 мг СО2 при 0 градусе и давлении 760 мм вт.ст. принимает объем 0,509 мл. Третий определяет количество углекислого газа в процентах в объеме воздуха, приведенного к нормальным условиям. Значит, где посмотрим, 760 объем воздуха, приведенный к нормальным условиям в миллилитрах, СО2 объем углекислого газа во взятом объеме воздуха в миллилитрах. Пример расчета. При первом тетруемании на 20 мл шавелевой кислоты израсходовано 21 мл баритового раствора. Следовательно, 21 мл этого раствора связывает 20 мг углекислого газа, а 100 мл раствора едкого бария могут связать 100 умноженное на 20 деленное на 21, то есть равняется 95,7 мл шавелевой кислоты. Во втором тетруемании на 20 мл шавелевой кислоты израсходовано 25,5 мл расхода едкого бария из малого флакона. Следовательно, 100 мл едкого бария поглощает 100 умноженное на 20 деленное на 25,5, равняется 78,4 мл шавелевой кислоты, что соответствует 78,4 мг СО2. Разница между первым и вторым тетрами составит 17,3, что соответствует количеству углекислого газа в мг в воздухе бутылей. Исходя из этого, что 1 мг СО2 при 0 градусах сельди и 760 мл растворной столбы занимает объем 0,509 мл, то найденное весовое количество углекислого газа в воздухе бутылей при этих условиях будет занимать объем 17,3 умноженное на 0,509, равняется 8,8 0,57 мг. Предположим, что объем бутылей при 0 градусах сельди и давлении 760 мл растворного столба составляет 2,123 мл, и в нем содержится 8,8 0,57 мл углекислого газа. Отсюда 21,23 делим на 8,8 0,57 равняется 100 делено на х, где х равняется 8,8 0,57 умноженное на 100 деленное на 2,123, то есть равняется 0,41%. Следовательно, объемное содержание углекислого газа в исследовании в воздухе равна 0,41%. Запись результатов исследования заносим в таблицу. На этом мы заканчиваем сегодняшнее лабораторное занятие. Спасибо за внимание и за просмотр. Продолжение следует...